Немного больше, чем пленки, и вы уничтожите углы во время сухари-экспрессии сухари-экспрессии. Очень сложно контролировать, очень сложно обработать, очень сложно обработать, используя в вашем сознании, что каждый секунд может уничтожить углы сухари-экспрессии, который имеет больше ненависти, чем пленки. Мы делаем всё наоборот. Мы ставим временные бархоуты из пластика. Это не так важно. Когда мы делаем обшивку, мы удаляем временные бархоуты, которые в одной плоскости с обшивкой. Всю обшивку шлифуем, а потом на готовые места уже устанавливаем готовые бархоуты. В этом случае мы создаваем правительство для обшивки. Наша права — это другая. И мы объяснили, почему. Итак, в этом этапе, мы привлекли пленки на поверхность мангвела. Это все, что мы сделали. Я считаю, что он встанет в основные бархоуты. Но если он встанет в основные бархоуты с клеем, то у нас же есть проблема. Это не так. Потому что, когда следующие бархоуты будут на поверхность мангвела, следующие бархоуты будут на поверхность мангвела. сложные, съемные. Он встанет не на поверхность мангвела. Он встанет, вместо того, встанет, встанет, на поверхность мангвела, из самого материала. Пластикового материала. Это будет пластикового уровня. Да. И потом, сахурик. сахурик. Пластиковый. Выше вопрос был очень много. Да, я знаю. Я знаю. Он будет вспомнить это, я знаю. Он будет вспомнить это, потом. Вот, в конце концов, я расскажу для камера, что мы сделали. Он начинал by мы снять с верхней мангвелом, которая была в этом рядах, на модель, на это, на основном, на плане, для цифровых секций на бене. Each фрагерс будет положить на верхней мангвелом. Он будет пройденцем в целом, в полной, в полной, в дальнейшем и проверить на герой в зале Музыка Потому что, когда вы санте, это будет только прицепить этот шавлон шавлон. Это также позволяет выжить планк perfectly на этой линии, без того, чтобы выжить ее, и выжить ее на правильной линии, на полной линии. Понимаете? Если на его модели, на Меркурии, если на его модели другого цвета, Если это не тот же цвет, что и обшивка Не тот же цвет, как пленки Не тот же цвет, как пленки Если готовить эту позицию из Эбони Тогда нам надо эту позицию сделать не здесь, а здесь Молд должен быть здесь, а здесь Да? Хорошо В основном из Эбони Понимаете, почему? Извините? Вы понимаете, почему? Я думаю, что я понимаю Потому что это будет все потом делаться Потому что все остальные пасты будут сделаны потом Из другого материала Хорошо Значит, с этим мы справимся Если у нас есть Эбони Я просто объясню для камеры И Дару или другого цвета Тогда мы поставим пластическое темплатель На верхней части Не на верхней части Так что он не будет здесь Он будет здесь Здесь нам потом Потом тоже придется поставить Ещё одну полоску пластика Для того каков сделать Вот эту обшивку Да Мы должны сделать На верхней части То есть если он хочет Он может все сразу поставить Пластиковые бархолты Ложные Если хотите Ты можешь Miami Фикс Да На верхней части и размечать уже вот уже эту обшивку уже только вот по этим местам уже да то есть по свободным so we've had narrow ones like this he would just use the plastic in it would he like this yes just like this fill in fill in the whole area yes put this through the thicknesser to get the correct okay we're just continuing on from a second ago what he's just said is that I'll just repeat because the tape ran out what we can do is in fact if the main wells are made from ebony and this is made from a different wood rather than putting a plastic template up here you would line it up there and you would plank down with Daru and then fill that gap in with ebony later he's also said that what you can do is use a plastic template in the position of all of the whale so you would put this through the thicknesser to achieve the required depth and then cover the hull in that position with that plastic there that plastic there there and there up again he measures a position of these whales from the plans from the frame of course from the frame from everything yeah 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 but if I could just go back to one other thing sorry just come in here Ivan this is the diagram we're looking at earlier I'll just explain it so I didn't get a chance this is the side view the this is the plastic template that he inserts with the wooden nail no glue and these are the planks that he then adds later one of the reasons for inserting this is he can push these planks up to this flush and when he sands it later this won't this will prevent this plank from being sanded on an angle like that which gives obviously a horrible result you can also paint this template with red paint to make sure that you're not sanding too much he's also suggested that the depth of this plastic template should be equal to the required depth of the plank so that you can you can match everything uh very easily in terms of depth хорошо объясни, хорошо понял вот то есть в его случае я просто прошу нажимаю это будет выглядеть как in the case of mercury вот first plank, plastic, yes plastic это планки пассивые вот plastic, yes вот толщина большая, big very big, very big thickness like this вот вот this вот this да, да, да дальше, plastic идет then then plastic он в толщину вот этой планки the thickness of the upper plank yes equal to the upper plank understand, да Тоньше, тоньше Сlightly thinner Да? Понятно Потому что нам потом ровнять придется эту обшивку А он же контролем должен служить It must be the control height Yes? For another plank So, in other words This plank Would be slightly thinner Than the other plank, which would be thicker So, what he's saying is When you're attaching The Plank here It would be slightly Thinner This plank would be thinner than the plastic plank here According to the drawings Because these planks above are thinner And it would give you a good control height for the depth of the planks Remember the planks below Are thicker than they are above So the shablon will be thicker Is that what he's saying, Alex? The lower shablon must be thicker The outer shablon must be slightly thinner This template is thicker This template is thinner With the smooth Changing the Thickness of the plank You see? So the upper template would have this thickness Of this plank here And the lower template would have the thickness of that plank Don't forget about this small detail Take in your mind When you will prepare another shablon With another thickness After 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 это профиль красивый профиль ааааа и это очень трудно вы можете просто видеть без уничтожения 100% будет уничтожение без жаблона если вы его уничтожили из начала вместо пластикового шаблона поэтому здесь было это обшивка это обшивка это обшивка а потом поставлен мейнвейл где здесь мейнвейл это 1,2,3 где здесь бархов он тоже слился вот это 1 вейл 2 вейл да плаги и здесь оба 1 и 2 тоже вместе они это 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 подходит из-за это из-за 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 это депутат, не бутылка планы. И вот он, так ли, покрасит его, и тогда убрать его планы, и затем, на мейн-вале, после того, как сахурик его, после сахурик его, после сахурик его, сахарик! Сахарик, да. Да, я знаю, я знаю. Потому что если он подсаживает его на первую очередь, то он будет защитить эту тему, Это не то, что он хочет, потому что он имеет немного формы Это важно, чтобы поставить эти пластиковые темплатики, где основные лепестки Делать все работы, санть их, и потом вставить основные лепестки Первое, что нам надо, нам нужна разметка шпангола Правильно? Нам нужна разметка шпангола Не забудьте маркировать фрами на халпе Когда у нас наши технологии используются Мы уже имеем лепестки шпангола Мы уже имеем лепестки шпангола Вот наши щели, кромки Вы можете видеть лепестки Нет проблем, не надо размечать Правильно? И не нужно маркировать их, потому что мы имеем А в том направлении И мы имеем ряд лепестков для Валерий Для высоты Для подсадки Хорошо Начинаем с кромками шпангола Что это кромками шпангола? Например, это кромками шпангола Это делится очень просто, но пока, во всяком случае, я смотрю, где я люблю англорезы. Белый шпангут. Потом мы поставим наш любимый белый шпангут на кейл. Начинается с кейл и конец. Начинается с кейл. И отмечаем! Вот она! Это марк. Это марк. Это марк. Это марк. Это марк. Иван, вы хотите идти на кейл? Зоом в. 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 Один шавлон. Да. Ну, один шавлон. Там, в. Измель. Дальше мы знаем, что у нас 26 поясов. 증한다, что у нас 26 поясов для сб esses отменяков. 26net р dépendari. Значит, мы посмотрим, вот эта дистанция у нас мы меряем по бумаге. Далее, мы рассматриваем дистанцию для этих 26 миллиметров. Сколько миллиметров? 204 миллиметра. Он рассматривает дистанцию от топа на киев. Получаем 7,8 миллиметра. Значит, в этой ситуации, конечно, мы не целое число получим. Я взял бы максимальную ширину доски в 8 миллиметров. Артифициально, мы увеличиваем это до 8, потому что это видно на рулере. Да? 8. Мы увеличиваем его от 7,8 до 8. И попробовал. Теперь, если я 8 умножу до 8, умножу на 26, я получу 208. Разница 4 миллиметра. 8, мультипляю 26. Да. И 4 миллиметра. Значит, мы должны избавиться от 4 миллиметра. Да. Мы должны избавиться от 4 миллиметра, где-то. от 4 миллиметра. Да? Вот. Значит, эти 4 миллиметра можно просто спрятать. На самом деле, да? Мы можем избавиться от 4 миллиметра. Да? Вот. А можно их пока оставить на швы. На швы. У нас же получается тут 26 швов. Так, мы можем принимать наши 4 миллиметра. Для 25 швов. Для глювения. Да? И все хорошо. На самом деле, 4 миллиметра запаса для нас хорошо. У тебя же больше на 4. Больше. У меня больше. Значит, я тогда оставлю вот эти 4 миллиметра на мелкую. На последнюю доску у Киля. На шпунтовый пояс. На самом деле, да? 26 surfaces when the distance will increase after gluing. Remember the thickness of the glue is a point. Yeah, I remember. So what he's saying is he will come down, here will be the end of the 25th plank. He'll have a 26th plank to insert and 4 mm to remove. And this plank may only be 3 mm wide. It is possible to hide these 3 mm, nobody will see. Александр, скажи так, что если он хочет, он может сделать базовую планку 7,8 mm. Это не вопрос. И не имея вот этот станок, это не проблема. This device can prepare the thickness 7,8 mm. Okay, so you can set the thickness of the thickness of 7,8 mm and do every plank exact. Exact. Пожалуйста, не вопрос, правда? But imagine, when you're making 7,8 mm, you must remember about the thickness of the glue between 26 planks. Просто потом... Which increases this distance 20... 200,0,4 mm. Minimum 2 or 3 mm. Просто вы объясните так, что ведь это мы здесь появляем, а дальше эти дистанции будут меняться. У нас здесь даже не будет 7,8 mm. У нас будет меньше все время, да? То есть, это только в этом месте у нас 3 метра. Only on the most wide surface of the middle frame we have 7,8 mm. This part... This part has another distance. 200. Yeah, 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 of course, of course, of course. Yeah, yeah, yeah. And every frame will have another thickness. Not 7,8, 7, 7, 7, 6, and so on. Yep. So when you said he chose the middle frame, did he really choose the biggest distance? You said he selected middle frame. Yes. Is he really choosing bit longest distance of all frames? Only this one has the maximum width of the plane. Ah. So he's actually choosing the biggest... It is necessary for making all the planks' maximum width on this machine. Because in this place, we must have 26, multiply 7,8. Here, it will be 26, but not... Yeah, 7,4. Yeah, whatever. Yeah, so he has chosen the biggest frame. Of all these... Of all this... This is the biggest that he starts with. Okay, so he's basically starting with the longest distance. Not necessarily the middle... Among all frames... Among all frames... This one is more width. The longest width. Or the longest height this way. Okay, maximum height. Because he said middle, and I wasn't sure. This one looks like the middle more, but I understand now. Of all the more, the more, the more, the more, the more. Because... Yes, the more, the more... You have to see the more of this... Do not believe this... In this... In this part... Yeah... Вот. Ботельяйка. Верно-папер. Ларею по-другому. И я не буду найти это в юге. Можно найти это в юге. Медл will be 8-мм. Вот это есть. Да. Делает эту структуру. В 8-мм. В 8-мм. Да. 26-25-мм. Да. Это демонстрация, да? Так. Хорошо. потому что он выбрал плампу 8 миллиметров. Он просто выбрал 8 миллиметров. Да? Да, да. Очень принято, чтобы иметь 8. 7.8 Но он будет уничтожить плампу. Он будет уничтожить плампу. Он будет уничтожить плампу. Это только 204. 26 × 8 × 208. Плюс глю, 211. Да. Это много? Да, много. Мы увидим, что он делает. Вы можете сделать 7 миллиметров вместо 8. 7 × 26. Это будет меньше. Но вы должны уничтожить плампу. 182. Нет, не будет уничтожить плампу. 7.5 Да, да. Да. Это зависит от того, что делать. Что он делал на бумаге. Он уничтожил 8 миллиметров. Вот я ее поставил. Да. Вы можете видеть их там. Можем зимы на эти. Все видно. Они все разделены от 8 миллиметров. Потому что он выбрал плампу из 8 миллиметров. И теперь он просто... И теперь я переношу свою разметку сюда. Да, правильно. Теперь он транспортит маркинг из этого белого бумага на поверхность холла. Да. Вот это. Антонио, это действительно не важно. 7 миллиметров, 8 миллиметров, 26 или 25. Окей. Он все равно будет потом подгонять будет каждую доску. Он 10 раз это все еще. Здесь вы видите 30. Здесь вы видите 26. М-м-м. Я не знаю, что они сделали это. Это зависит от того, как это происходит. Это зависит от того, как на дорогах. В зависит от реальности плампу. Очень хорошо. Биг, реально плампу. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. И только последний метров, 4. Но, вместо того, мы можем сделать последний пламп здесь, с максимальной лентой 8 плюс 4. 12. Окей. Вместо того, 2. Так что мы только будем делать 25 пламп. Да. Да? Да. Теперь, на самом деле, эту операцию надо сделать фактически для каждого теоретического шпангу. Да? Мы предупреждали, что это будет трудно и большая работа, да? Мы предупреждали, что это будет очень сложный и большой работ. Да? Причем, чем сложнее обводы, тем чаще должны быть эти линии. Чем сложнее поверхность хау, тем больше линии. Да. Мы должны поставить линии больше часто. Да? Да. То есть, если здесь я могу так? Если это очень, очень простая, то больше линии. Да. Да. Больше, чем каждый фрайм. Может быть, 2 по фрайме. Да. Да. 2, вместо 1. Нужно поставить в сложных местах. Вот я наношу разметку. Вот эту. Это технология, которую используешь для пленки? Это необходимо для калькуляции болезни каждого пленки, в зависимости от их позиции. Ты используешь эту технологию, Алекс? Да. Я и мой сын. И все должны выполнить эту математику. Так. Вот я сейчас это наношу. Линии, видите, допустим, да? Я, конечно, это условно делаю, но это не так важно. Мы же не с чертежа это снимаем. Вот. Так. Миш, на примере револей, где у тебя подводная часть сделана не в соответствии с этим правилами. Да. Покажи, что может случиться, если ты не соблюдаешь эти правила. Вот так и получится, если эти правила не соблюдаются. То есть, как бы. Вот если просто укладывать, как укладывается. Вот так укладывается. Вот. Это сделано было легкое, чтобы не гнуть, чтобы просто легло само. Да, и все. Это облицовка, грубо говоря. Да, это не облицовка. Это не облицовка. Это не облицовка. Угу. Показываю, да? Вот наш, да? Middle, да? Good? Good. What can I say? The same good? Oh, ok. Нет, они меньше. Обратим, что он меньше становится. Вот это. Меньше. 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 Так вот, нам надо такую бумажку сделать для каждого шпанговалка с разметками и со своей дистанцией. Так вот так вот. Р infрактор. Вот это все, что у него срочно. Но это не встает. Но, как он двигается, он будет хорошо на это шпанговалке. Вот такая шпанговка. Ну а ты видишь, что вот у лапа? Кого я уже вижу. И вот, что у меня появился. И каким-то оно увеличился, что у него появился. И еще один-дю�тор здесь. И один-дю�тор здесь. Есть один раз в международными. Подпишите. Вот это. Я делаю лично, да? Я делаю только среднюю часть. Вот такую разметку. Вот, скажем, вот сюда. Он делает только на этой части. Да? Потому что если сделать так же точно и вот эту, может не совсем все получится. Я делаю вот эту разметку, а потом прикладываю шаблоны по этой разметке и смотрю, как они еще здесь будут ложатся. И уже потом делаю эту разметку. Практически, он продолжает все длины без калькуляций в короткие части холла в подъем и в подъем. Да? Продолжение, пожалуйста, Алекс? Он делает калькуляции не до конца, но... Ааа... Стопс. Продолжение здесь. Продолжение здесь. Продолжение здесь. Вот здесь. Это последнее, да? Как он выбирает эту форму? Это просто... Из вашей миссии. Просто из вашей испытания. Да. И это. Да. Да, это здесь. Стоп. Стоп. Вот эти мы размечаем. Вот эти. Сначала надо сделать это и сделать разметку. А дальше мы продолжим уже... Так. Продолжение здесь. Из-за этого мы используем свою свою креативность. Да. Свою голову. Мы позволим калькуляции жить в своем же пути. И идти в своем пути, как они хотят. И мы должны... Только калькуляция идёт в своем пути. А если калькуляции... ...вы в желании с этой калькуляции. Да? Угу. Так что здесь сложные формы и здесь всё не так просто на самом деле. Вот я не владею настолько высшей математикой. Сложные формы. Сложные формы. Да. 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 Мы потом посмотрим. Самое главное...